И вот затонул вот этот батискаф с миллиардерами, билеты туда стоили 250 тысяч, да, и, ну, вот я покажу вам, это не надо быть абсолютным безумцем, чтобы на таком батискафе куда-то поехать. Вот он, вот это вот ведро с болтами, представляете, вот сколько народ туда, как сельдей в бочке закидали, посмотрите, какой у него размер, просто обхохочется, 250 тысяч. А вот внутри этот батискаф, то есть там ничего нет, вот такая круглая херня, это как пепелац, да, и вот скребать не нужно. Видите, вот этот джойстик, при помощи которого этот батискаф управляет. Посмотрите, швы, даже вот невооруженным глазом видно, какие сварные швы, то есть сварные швы на батискафе, это безумие какое-то. Я не знаю, как они там планировали, но, наверное, это не должно выдержать, по идее, такое давление. Этот батискаф уже возил турецов, и что? Понятно, что он мог возить их сколько угодно, 10 раз, 15, но то, что он даже внешне не соответствует никаким стандартам, это совершенно очевидно. И вот пишут, что там закончился воздух, кислорода должно было хватить на 96 часов до воскресенья, даже достать тела, пишут, не получится. Самое интересное, что появились данные о тех, во-первых, что береговая охрана США нашла обломки в районе поиска пропавшего батискафа, то есть, возможно, это обломки батискафа. Да, а те, кто погибли, очень интересные люди, да, то есть, один является подданным Ее Величеству королевы, сам пакистанец и владелец совместного китайско-пакистанского предприятия. И удивительное совпадение, помните, я вам говорил, что гибнут все те, кто почему-то как-то не хочет сотрудничать с Китаем или там недостаточно сотрудничает. Ну, эту долю имел, видите, и значительную в китайско-пакистанском предприятии. Да, и, то есть, очень интересно, то есть, Engro Corporation была совместным пакистанским китайским предприятием, я так понимаю, это мило наше выяснило. По производству удавлений, железного газа, электроэнергии, игнорит местные законы ради своих барышей, кидает партнера, собирается построить крупный завод в Казахстане, а утонувший Шахзада Давуд, сыну были граждане Великобритании и так далее. А другой человек, который там утонул, американец, обслуживающий самолеты и продажи вертолетов во Франции. Удивительно, да, продажи вертолетов, как раз обслуживание самолетов связано с фирмой «Рафаль», которую возглавлял Оливье Дассо, который недавно разбился на вертолете. А перед этим отказался китайцам продать свою фирму. Удивительные совпадения, надо же помнить, я не знаю, кто там находился, сказал, а может быть, там китайский след поискать? Вот он найден. Ну, случайность это не случайность, я не знаю, кто их видел погибшими. Ну, посмотрим, погибшие, не погибшие. И, конечно, будет теория заговора о том, что они не погибли, а скрылись и так далее. Я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Слава погибшие, миллиардеры обвиняли в угрозах ЦРУ и МОСАД. Да запросто. Обвинять они кого угодно могли. Но сделал тот, кому выгодно. Понимаете? Не знаю, было ли это выгодно МОСАДу и ЦРУ, а вот остальным-то, наверное, было. Хотя, может быть, это несчастный случай. Ну, вы же видели, такой бочонок там. ПОДПИШИСЬ!